Комплексный язык Полезно проделать почти те же упражнения с использованием комплексного языка. На комплексном языке запись Кватерниона выражается вот так. Сейчас мы их поумножаем и соотнесем с матрицами. Здесь нужно исходить из некоторой аналогии, которая следующая. А, B, минус B, A, если A и B вещественные числа, соответствуют комплексному числу А плюс BI и являются просто матрицей умножения на это число. В двумерной плоскости всех комплексных чисел, если представить себе эту плоскость просто как двумерное пространство над вещественными. Тогда у нас каждая операция линейная соответствует матрице, но умножение на комплексное число тоже будет матрицей 2 на 2. Это как бы почти ортогональные матрицы. Чего тут не хватает для ортогональности? Ортогональные матрицы это матрицы, которые переводят, значит, ну вот у нас ортогональные базисы переводят в ортогональные. Вот такие матрицы переводят ортогональные базис такой, которые как бы содержат перпендикулярные друг другу вектора, но не обязательно длины 1. Ну действительно, попробуйте, значит, умножить вот этот вектор на этот скалярно, получится 0, А, B, минус B, A. Вот. Но вот чтобы была длина 1, нужно, чтобы A квадрат плюс B квадрат было равно 1. В этом случае при делении на соответствующие выражения A квадрат плюс B квадрат можно подобрать просто косинус и синус соответствующего угла. Так что это будет матрица косинус-синус, минус синус и косинус. Ну и это совершенно как бы знаменитая вещь, это вращение на угол φ. Все, это вот ортогональные преобразования с положительным определителем в двумерной плоскости задаются такими матрицами, и каждая из них задается комплексным числом косинус φ плюс и синус φ длины 1. Вот это то, что было до этого, до вот этой серии недель, когда мы разбирались с простейшими, с комплексными числами и вращениями плоскости. Теперь мы занимаемся более сложными, мы занимаемся вращениями, значит, сферы, и мы занимаемся квадратнионами. Можно ли некоторую аналогию, некоторую начальную часть этой аналогии можно провести? Давайте попробуем умножить друг на друга два вот таких вот квадратниона. Вот что у нас получается. У нас получается Z1, Z2, тут уже не 16, тут всего лишь 4 слагаемых, правда они устроены немножко сложнее, да? Плюс W1, G, Z2, плюс Z1, W2, G, плюс W1, G, W2, G. Посмотрите, я не смею здесь менять просто так местами комплексные числа и число G. И я напомню, по каким правилам я имею право это делать. На самом деле, смотрите, что такое G на W, ну или на какое-то другое комплексное число. Прежде всего, если я подставлю сюда, ну грубо говоря, C плюс DI, здесь будет CG плюс DK или что-то в этом духе. Это чисто мнимое квадратнионное число, поэтому оно ровно минус себе сопряженному. Это я уже повторяю то, что мы делали, ну давайте еще раз повторим. Вот, минус себе сопряженному. Но сопряжение это, значит, нужно поменять местами их друг с другом и сопрячь каждое. После чего заметить, что G сопряженное это тоже минус G, поэтому знак минус пропадает. И получается вот эта вот формула, которую я уже, так сказать, из других соображений выводил, из непосредственных. Но здесь вот просто исправил, как бы, что сопряженное к произведению равно произведению сопряженных в обратном порядке. И то, что чисто мнимое при сопряжении превращается в минус себя. Вот, отлично. Теперь мы можем, вот теперь мы можем здесь немножко поработать. Это Z1, Z2 плюс V1, Z2 с чертой G. То есть при перепрыгивании G через комплексное число, на комплексное число должно быть навешано сопряжение. Плюс Z1, W2, G. И плюс W1, W2 с чертой G квадрат. Правильно? Ну и осталось что замечать? Во-первых, что G квадрат равно минус 1. То есть Z1, Z2 минус W1, W2 с чертой. Это будет первая часть. И плюс то, что при G стоит Z1, W2 плюс Z2 с чертой W1. Это стоит при G. G справа, как и полагается. Так вот, это правило умножения квадрнеонов в комплексном языке. То есть, значит, как элементов C квадрат. Вот здесь как бы каждый квадрнеон, это непосредственно прямо элемент C квадрат. У нас базис в C квадрат, это 1 и G. И вот у нас правило умножения. А теперь я хочу провести полную аналогию с этим. Ну, чуть-чуть, только самую капельку придется изменить. Мне нужно будет... Вот сейчас будут комплексные вращения. Комплексные вращения, комплексные, ну, условно, вращения двумерного пространства, это унитарные преобразования. Тут нужно навесить еще эти самые черточки. То есть, минус W1 с черточкой, Z1 с черточкой. Нужно навесить комплексное сопряжение. Чтобы получились унитарные преобразования из так называемой группы U2. Вот эта группа U2, она на самом деле просто еще один, еще один способ представить квадрнеоны. Вот это я хочу показать сейчас. Собственно, вот это будет важно. И потом мы перейдем уже к проективной комплексной геометрии. И к топологии, расслоянию хопфа и так далее. Но вот я хочу показать, что здесь у нас произойдет. Значит, у нас произойдет следующее. Да, и, кстати, там тоже правило, что столбец, скалярно помноженный на другой столбец, только с сопряжением должен дать 0. Ну, вот можете посмотреть. Z1, V1 сопряженная, минус V1 сопряженная, Z1. Если мы сопрягли второй столбец, то просто сопряжение переехало сюда. Тоже будет 0. То есть, как бы, унитарный балис переводится в унитарный, но тут еще тоже нужно потребовать, чтобы длина была равна единице. Пока это мы не требуем. Пока у нас, значит, про длину мы поговорим чуть позже. Пока это произвольный квадрнеон. И вот все квадрнеоны, это все вот такие матрицы 2 на 2 просто. Первая строка, это просто два любых комплекса числа, а следующая строка по ниву становится однозначно. Ну, давайте посмотрим, что будет. Я беру Z2, W2, минус W2 и Z2 с чертой. И то, и другое с чертой. Ну, и что я вижу? З1, Z2, минус W1, W2 с чертой. Ровно это. Далее, Z1, W2 плюс W1, Z2 с чертой. Плюс Z2 с чертой, W1. Ровно то, что здесь. Вот. Ну, и тут как бы я даже не буду повторять. То есть получится минус вот это с чертой и это с чертой. Это уже сами проверьте. Иными словами, полный изоморфизм. Изоморфизм квадрнеонов, как вот таких матриц, и квадрнеонов, как обычная запись просто на комплексном языке. Вот. Тем самым, что мы имеем? У2 это квадрнеоны. W. Что такое SU2? Это группа преобразований, которые к тому же длины оставляют равным единице. Ну, вот унитарные длины. То есть нам нужно, чтобы столбец сам с собой, столбец, который сам на себя унитарным образом помножен, унитарным скалерным произведением, Z1, Z1 с чертой, плюс W1, W1 с чертой. Вот это должно быть равно единице. Но если мы посмотрим, что это такое на языке квадрнеонов, например, просто домножим вот такое на сопряженное. Z, домножим вот Z плюс WG, домножим на сопряженное. Z плюс WG сопряженное. Что у меня возникнет? Это Z плюс WG, а это Z сопряженное минус WG, потому что сопряжение просто меняет знак. Ну и потом, если вы сейчас аккуратненько это распишите, это Z, Z с чертой, плюс W, W с чертой. Вот, значит, норма соответствующего квадрнеона получается по этой формуле. И нормам квадрнеона, равным единице, соответствуют матрицы, в которых у столбцов норма равна единице, ну и у строк тоже. И это просто называется SO2. Множество таких матриц. Но с другой стороны, если это все квадрнеоны, вот эти матрицы, то есть группа U2 это вот это вот C квадрат по сути, то все, которые имеют норму единицы, у нас высекается условие, что сумма квадратов, значит, всех координат равна единице, это условие, что мы живем на трехмерной сфере в точности. То есть вот это вот и есть трехмерная сфера. И так как трехмерная сфера квадрнеонов по модулю равных единице отображалась в SO3, то у нас получается вот такая прекрасная картиночка. SO2 посредством того, что оно отождествляет, SO2 это множество таких матриц, у которых модуль столбцов равен единице, это отождествляется с квадрнеонами просто длины 1. То есть с S3. И тем самым с помощью этого отождествления строится отображение в SO3, в группу движений сферы. Каждому унитарному преобразованию, значит, с определителем 1 двумерного комплексного пространства соответствует некоторое вращение трехмерного. И двум разным противоположным унитарным преобразованием одно и то же вращение. Это знаменитый, это один из знаменитых гомоморфизмов. Знаменитый гомоморфизм. Вот, ну примерно такой же, как у от единицы, да, в SO от двойки. Любое комплексное число модуля 1 задает вращение плоскости. Любая пара комплексных чисел, составляющая, ну как бы вот с помощью такой матрицы вращения, значит, любое вращение двумерного комплексного пространства, унитарное преобразование, значит, с этим самым, с нищим определителем, у нас получается, ему соответствует вращение трехмерной сферы. И двум противоположным соответствует одно и то же. Вот, то есть ядро это плюс-минус один. Плюс-минус Е. Плюс-минус, это же детственная матрица. Вот, мы построили этот знаменитый гомоморфизм пользуясь кватернионами. То есть его как бы напрямую увидеть довольно сложно. Вот, ну как вот по этому вращению получить то? Но если увидеть, что это вращение, это кватернион, и то вращение, это кватернион, то вот, пожалуйста, на выходе получается то, что нам нужно. Это уже не очень тривиальная штука, которую обычно второкурсники Мехмата МГУ с трудом осваивают. Я, например, очень трудно это осваивал, когда учился на Мехмате.